Вечер за бортом у нас минус 4,5 градуса И сегодня погружение в королевский мир Канады Вопрос по поводу вчерашней отставки Есть ли какой-то механизм, предусматривающий замещение отставленного генерал-губернатора И, собственно, выполняет ли Елизавета II в связи с тем, что ее заместители, так сказать, отстранили сама личные обязанности генерал-губернатора И там другой вопрос был по поводу того, что вообще какая выгода иметь генерал-губернатора И иметь связи, отношения с монархией для Канады С английской монархией, с английской королевой Ну, начнем с самого начала Каковы механизмы? На самом деле, сразу же после того, как была принята отставка Жюли Паэт Было назначение существующего министра юстиции и генерального прокурора Канады Который временно взял обязанности на себя и генерал-губернатора То есть место не вакантное, не секунды, скажем так, без власти Власть присутствует, человек, отвечающий за этот фронт работ, на рабочем месте Поэтому, собственно, здесь переживать нечего Опять же, возвращаясь к институту генерал-губернатора У меня уже было несколько видео на тему роли монархии и монархов в канадской жизни Я вам говорил, на самом деле, что в Канаде существует огромное количество людей Которые считают, что эта история, она уже устаревшая Что в Канаде вообще не нужны никакие монархии Что давно пора было бы все это дело отменить Но у нас, кстати, правовое И оно держится в конституции, которая существует с 1867 года И, соответственно, в конституции четко и ясно написано Что Канада это монархия И у нас есть королевская семья И для того, чтобы что-то изменить в конституции Необходимо практически поголовное большинство всех-всех-всех И населения, и депутатов Как вы понимаете, эта история не быстрая Даже если задаться целью Уж не говоря о том, что на сегодняшний момент Она, по большому счету, нереализуема То есть нет такого количества желающих Которые бы говорили о том, что монархия зло И все, что связано с монархией, это зло Был вопрос по поводу того Является ли Канада налогоплательщиком В пользу ли это второй Имеет ли это деньги какие-то Опять же, в той же самой конституции написано Что Канада не платит никаких налогов в пользу короны Представляете, не платит и все тут Однако Канада обязана содержать королевские институты И, соответственно, офисы генерал-губернатора И генерал-лейтенант-губернатора Это те, которые представляют королеву на уровне провинции Или короля Соответственно, вот единственное финансовое бремя Которое несет Канада И мы, как канадские граждане, несем в отношении монарха своего Потому что нас не волнует то, что Елизавета является королевой Англии Нас волнует то, что она является королевой Канады Вот это ключевой момент для нас имеет значение Так же, как она является королевой Австралии Как она является королевой Новой Зеландии Нас и граждан перечисленных стран волнует только то, что она их королева А не в том числе королева еще и, между прочим, между делом Англии Значит, теперь, что касается выгоды Какая выгода вообще содержит всю эту историю Ну, мало того, как я уже сказал, что дело тут не столько в выгоде Сколько в том, что так исторически сложилось Еще к тому же вы должны понимать, что Канада является частью Commonwealth И она является наследницей всей этой истории И, соответственно, вся история, по большому счету, английская, текущая Держится на вот этих самых исторических традициях И Commonwealth создавался на руинах, так сказать, или Из некогда могущей Британской империи И так получилось, что это происходило во времена раннего царствования Главным образом, или это второй И, соответственно, люди по умолчанию, правители тех стран, которые получили независимость Из бывших британских колоний Они сказали, ну, почему бы нет, почему бы из этих не быть еще и главой Commonwealth И, соответственно, я не помню, говорил я это в видео или не говорил В прежних, в старых Что вот эта вот история преемственности Она на самом деле такая очень больная точка Потому что процедуры и гарантии того, что глава Commonwealth Будет следующий правящий монах И процедуры того, как это будет назначаться, ее, по сути, нет Есть какие-то непонятные, невнятные положения Но эти положения ни в коем случае не гарантируют Что Чарльз, если так получится, что он еще будет жив К моменту, когда Ельца вторая скончается Чарльз автоматически, помимо того, что он как автоматически Станет королем Канады, Австралии, Новозеландии и Соединенного Королевства Что он также автоматически еще станет и главой Содружества британского То есть не факт тоже И по большому счету необходимость институтов и всего этого Это прежде всего дань традиции И это возможность иметь такого независимого арбитра Во всех тех проблемах, конфликтах, политических конфликтах И проблемах, которые могут быть государствами Потому что мы опять же много раз на эту тему говорили Что наш монарх является человеком, у которого юридически находится вся полнота власти Именно от имени монарха принимаются законы Именно от имени монарха вершится суд Именно от имени монарха раздаются награды, должности, звания и прочее И соответственно, вы сейчас видели, как у нас чистят улицы в частных домах Подъезжают вот такие пикапчики И они благополучно расчищают дровы перед домом Так вот, значит, и они являются третейскими судьями В случае, если возникают какие-то конфликты между политиками Теоретически, допустим, если партия проиграла А премьер-министр по традиции, потому что традиция, это не закон По традиции не подал в отставку То именно монарх говорит, знаешь что, я тебя увольняю, свободен То есть это в руках, в полномочиях монарха, без проблем Это прописано, точнее, ну да, по сути, это прописано между строк конституции Что монарх является носителем верховной власти И все, что происходит в стране и в органах власти Это все происходит от имени монарха Так что, вот, если говорить о том, зачем все это, почему все это Я бы свел к тому, что стране нужна стабильность А что ни говори, когда у тебя многовековые традиции Они незыблемы и они не мешают жить Это хорошо А с другой стороны Ух ты, велосипед А с другой стороны, стране нужен независимый арбитр Который в случае чего сможет разрулить всякие разные вопросы Вот эти разговоры по поводу того, что вот Значит, там все выполняют тайные приказы какие-то, еще что-то Не знаю, знаете, у нас 21 век на дворе Это не то же самое, что 15 век Что ни говори При всем моем уважении, как говорится Так что, вот, такие дела За всем откланиваюсь Всем отличных выходных И счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok